Джейкоб Ченсли, которого еще называют Кьюанон-шаманом, вчера вышел из тюрьмы. Ченсли был самым известным арестованным 6 января. Ролик с ним, стоящим в Сенате и наряженным в свой костюм, без конца показывали по кабельному, что сделало его символом того, что они говорили нам является бунтом. Бывший советник Джорджа Буша Стив Шмидт, который за изъятие оружия, он заявлял, что ненавидит оружие. Но в случае с Джейкобом Ченсли Шмидт полностью был за то, чтобы спустить курок. Смотрите. Я думаю, что самое невероятное по поводу всего этого, это смотреть ролик. И там в Сенате стоит вооруженный коп. И тут врывается этот парень, Кьюанон-шаман, одетый как викинг. А он просто разговаривает с ним. И я смотрю, пристрелите его! Пристрелите его! Так как если ты врываешься в Сенат США, а если бы он был одет как Бен Ладен, то вы застрелили бы его? Пристрелите его! И на основании этого медийного ажиотажа Джейкоб Ченсли провел два года за решеткой. В этом месяце мы заполучили видео, сокрытое от комиссии 6 января, которое доказывало, что Джейкоб Ченсли ничего не нарушал. Он находился в Сенате США, потому что полиция Капитолия его туда впустила. Вооруженные офицеры буквально открыли двери и впустили его внутрь. Джейкоб Ченсли не преступник, Джейкоб Ченсли политзаключенный. И, к сожалению, он до сих пор им остается. Администрация Байдена требует, чтобы он провел еще полгода в центре реабилитации для полной уверенности, что его жизнь точно сломана. Давайте надеяться, что когда он все-таки выйдет, то у него хватит сил, чтобы засудить Лиз Ченни из UVA за преступления, которые она совершила против него и против нашей судебной системы. А тем временем, вчера в Нэшвилле был настоящий бунт, о котором вы, возможно, не слышали. Орущие бунтовщики штурмовали Капитолии штата Теннесси. Смотрите. Эй-эй! О-о-о! НРА быть не должно! Эй-эй! О-о-о! НРА быть не должно! Был даже момент, когда эти бунтовщики насмехались над шестью христианами, включая трех детей, которые на этой неделе были убиты в Теннесси транс-террористом. Они показывали семь пальцев, означающие семь жертв, что означало, что, по их мнению, убийца сам был одной из жертв. Смотрите. Каждая смерть — это трагедия. Семь жизней. Это значит, что жертв было семь. Джейкоб Ченсли был в Капитолии под сопровождением полицейских. А тут у нас трансы, требующие изъятия оружия, толкающие полицейских и радующиеся убийством. Выглядит как бунт. Вам, наверное, интересно, что думает советник Байдена Джон Митчем? Митчем и Стеннесси, он ненавидит бунты. Он переживает о нашей хрупкой демократии, как он множество раз говорил на утренних шоу. И что же он считает, мы должны сделать с этими людьми? Вот что мы думаем. Давайте начнем крупнейшую в истории Америки охоту, арестуем каждого из них и бросим в тюрьму. Дадим им там немного посидеть, а затем отправим к ним нескольких ненавидящих их общественных защитников для их защиты. А потом, может, через пару лет, после того, как мы поиздеваемся над их семьями, отменим их кредитки, забаним их в отелях и поместим их в федеральный бесполетный список, вот тогда, может, поговорим уже и о суде. А может, мы просто последуем совету Стива Шмидта и пристрелим их? Мы позвонили сегодня Шмидту, узнать, может, у него есть расстрельные команды, но, к сожалению, он не ответил. ФБР и полиция Нэшвилла все еще не обнародовали манифест стрелка, убившего в Нэшвилле шесть христиан, включая трех детей. Почему? Почему они не расскажут нам о мотиве? Бак Секстон, ведущий шоу Бака Секстона и Клея Трэвиса, раньше работал в ЦРУ, но, к счастью, уже нет. Присоединяется к нам. Бак, в любом случае у народа есть право ознакомиться с доказательствами. Они показали нам оружие, они показали нам фото людей, убитых в школе, но почему они не говорят нам про мотив? Причин несколько, Такер. Одна из них, как мне кажется, мы все понимаем, что если бы ситуация была другой, то была бы показана уже вся информация, манифест уже был бы предъявлен публике. Я думаю, что это и так понятно. Я также считаю, что чем дольше будут тянуть, тем дольше это будет походить на попытку сформировать из всего этого политический нарратив. И если ты заметил, а я думаю, заметил, что за последние пару дней выходили статьи, которые должны были вызвать сочувствие к Стрелку, очень сочувствующие описания, касающиеся психологии и тяжелой жизни, которая была у Стрелка, и много еще всего по поводу того, что правые переполнены ненависти. Мы уже такое видели во времена администрации Обамы по поводу стрельбы в ночном клубе «Пульс», когда они вообще-то, я думаю, все это помнят, отредактировали в данных ФБР фразы типа «ИГИЛ» или «Я делаю это для Аллаха», так как они считали, что нам нельзя давать такую информацию. И это был такой скандал, что ФБР пришлось сдать назад. Но есть ощущение, после изумительной работы полиции Нэшвилла, храбрые солдаты, которые вошли внутрь, извиняюсь, храбрые полицейские, которые пошли разбираться с угрозой, когда смотришь на это, то про себя думаешь, зачем тянуть, если это все равно выйдет наружу? Это вполне себе аргумент. Они говорят, что с этим работают эксперты, я эксперт по контртерроризму, и я бы хотел взглянуть. Не знаю, зачем сначала они должны сами просмотреть все, но я думаю, мы понимаем, что это из-за политики. Но это значит, что они используют убийство детей для манипуляции населением, чтобы забрать гражданские свободы. В смысле, такое не происходит в свободных странах. Нет, смотри, если причина, по которой власти пока все придерживают, связана с чьей-то безопасностью, то они должны об этом сказать, но они не это говорят. Они не говорят, мы не хотим, чтобы личная информация людей стала публичной, поэтому нужно кое-что отредактировать. Нет. Они говорят, нам сначала нужно выяснить мотив, нам нужно дать связанным с демократами СМИ создать заранее массивный нарратив, так что мы будем применять тактику оттягивания и откладывания. И потом, когда вы, наконец, сможете посмотреть, был ли этот человек радикализованным членом транс-сообщества, совершившим акт терроризма на почве ненависти, то уже пройдет какое-то время. Уже будет контрнарратив, да и людям уже будет неинтересно. Посмотрите на риторику вокруг, например, про геноцид трансов или по поводу законов штата, которые преследуют трансов, и как это могло повлиять на психику и разум стрелка. Они не хотят, чтобы хоть кто-то задумался об этом. Именно поэтому, по-моему, они и тянут до сих пор, да никаких других объяснений они и не дают. Нам не нужны эксперты для определения мотива. Вся суть манифеста в том, чтобы люди сами все увидели. Люди имеют право знать. Но транс-лобби этого не хочет, и у них больше власти, чем у вас, к сожалению. Бакс Экстон, спасибо огромное, что пришли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова